Мистер Голдстен возвращается поездом из Нью-Йорка в Гленн-Фоллс, небольшой городок на севере штата Нью-Йорк. Рядом с ним в вагоне сидит незнакомый молодой человек. Поскольку дорога длинная, Голдстен завел разговор со своим молодым соседом. Оказалось, что того зовут Аллен Левин, и он тоже направляется в Гленн-Фоллс. «Вы туда едете по делам?» – спросил Голдстен. «Нет, просто дружеский визит». «У вас там живут родственники?» «Нет». «Вы женаты?» «Нет, не женаты». Голдстен подумал про себя, он едет в Гленн-Фоллс. Не женат, не по делам, и у него там нет родственников. Тогда зачем он туда едет? Очевидно, встретится с девушкой или, что более вероятно, с ее семьей. Вполне возможно, чтобы определиться с их помолвкой. Но кто же она? В Гленн-Фоллс, помимо моей, есть только три еврейских семьи – Ресники, Фелстены и Коины. Ресники отпадают, поскольку у них только сыновья. У Фелстенов две дочери, но одна из них уже замужем, а другая уехала на год учиться в Европу. Должно быть, это Коины. У них три дочери – Марша, Шейла и Рахель. Марша уже замужем. Шейла очень толстая и непривлекательная для столь симпатичного молодого человека. Остается Рахель. Конечно же, это Рахель. Замечательная девушка. С этой мыслью Голстен нарушает молчание и улыбается незнакомцу. Ну что ж, могу поздравить вас с предстоящей женитьбой на Рахель Коин. Но, заикается молодой человек, мы никому об этом не говорили. Как вы узнали? Так это же очевидно. Тема такая. Вы знаете, что Бог един. Он сотворил единый мир. Он ее сотворил. Да, появилась даже в науке теория Большого Взрыва, что все произошло из одной маленькой точки. Но большую часть времени мы думаем маленькими масштабами. Нам сложно понять, как ботаника связана, допустим, с политикой. В огороде Бузина, в Киеве дядя. Если эти вещи просто лежат в голове на разных полках. А мудрость состоит в том, чтобы понимание единства мира спустилось с вот этой глобальной абстракции в наши повседневные будни. Как это сделать? Давайте представим себе жизнь в виде узкого коридора. У каждого из нас жизнь начинается обычно в роддоме, а окончается на кладбище. И этот коридор ведет в большой удивительный зал, где нас ждут многие разные сюрпризы. На иврите коридор Мездерон. Мездерон это место, где мы делаем седр, порядок. Приводим себя в порядок. У каждого из вас в коридоре есть набор одежды, скорее всего не одна, обувь. Наверняка висит зеркало, где вы смотрите, как вы привели себя в порядок. Приготовились ли вы к выходу из коридора. И наша жизнь заканчивается кладбищем, и после этого начинается большой мир прекрасный, где все получают плату за свою деятельность в коридоре. Кто как работал, кто как оделся, приоделся и собрался. Бог дает каждому человеку его плату. А что это за плата? За что плата? Коридор внутри похож не просто, а это целая полоса препятствий. Там одно, там другое, там начальник. И препятствия касаются больше сердца. К какую сторону стремится сердце? И эти все события кажутся случайностями. Но мудрость, если вы верующие, то мудрость состоит в том, что вы знаете, что Бог держит и контролирует всю вашу жизнь. И он посылает в вашу жизнь обстоятельства одно за другим, чтобы видеть, построить, оценить и наградить то, как вы реагируете, то, как вы преодолеваете себя под давлением этих обстоятельств. И он записывает, оценивает и в конце коридора наградит каждый наш успех. Вот такое представление существует во всех религиях, во всех мировоззрениях всего мира. И однажды только появилась греческая философия. Греческая философия, она оценивает этот мир не как коридор, что мы через него пройдем и куда-то попадем, а оценивает этот мир как место, в котором мы живем. То есть это не средство для достижения цели, а является самой целью. Вот здесь можно так устроиться, расслабиться и начинает изучать сам коридор, из чего он состоит, какие все тут подробности, какая вешалка красивая, как ее изменить. И люди стали изобретать и думать, как устроиться и провести здесь, в этом конкретном месте жизнь. И неплохо здесь устроиться. И если этот коридор является целью, тогда изменение характера не является существенным и не имеет смысла. Знание информации становится важнее делания. И вот как это все устроено, как работает, стало интереснее того, чем как нужно прожить. Люди стали акцент на качестве жизни внешней, чем на работу со своим характером, чтобы изменить характер, чтобы быть достойным, когда это все завершится. Казьма Прутков сказал, что смерть поставлена в конце жизни для того, чтобы было время к ней подготовиться. Мы успешно научились в греческой философии определили анализ, отделили качество от количества, разделили целое на части и достигли впечатляющих результатов в изучении частей. Вот это алгебра, вот это религия. Перевели тонах на греческий язык и удобно поставили его на полку между сказками Геродота и умствованиями Аристотеля. Все оно там стоит. Вот это религия. Но Тора не помещается на полке в те рамки, которые мы в голове своей определили. Вот это понятие религия. Тора туда не помещается. У Торы есть свое мнение о том, какую одежду носить. У нее есть свое мнение о моде, свое мнение об архитектуре. Да, пожалуйста, строй, но, пожалуйста, перила вот здесь должны быть обязательно. У нее есть свое мнение, она обязательно хочет где-то в чем-то поставить свой мазок, чтобы всякое делание оно было подчинено Торе, подчинено Господу. Тора хочет осветить самые простые действия и синтезировать детали в единое служение Творцу. Анализ – это процесс расщепления, то есть разделения целого на части. Синтез – это все части, когда соединяются в одно представление, в одну концепцию мира. Вспомним книгу Иова. Скорее всего, это была по хронологии написана самая первая из всех написанных книг. Иов, 1 глава, 21 стих. И сказал Иов, «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». В своем прохождении своего коридора Иов говорит о том, что все события, которые происходят в его жизни, они от единого, от Господа. Он видит это как в единстве. Дальше он говорит, «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Иов, 2 глава, 10 стих. Иов смог за разбойниками, огнем с неба, за большим ветром и стихийными бедствиями видеть не только козни сатаны, но видеть и единого Господа. Он знал, что это так. Вот этого понимания нам сегодня после греческого аналитического образования нам не хватает. Многие могут увидеть за несчастными случаями руку сатаны, но Иов, объятый лютой проказой, смог увидеть за рукой сатаны руку Бога. Матфея 24, 6. Посмотрите, в этом отрывке Господь наваливает в кучу политику, голод, медицину, экономику, астрономию. Все сваливает в одну кучу. И Он говорит, что за всеми этими событиями, которые идут по нарастающей, трагедии, которые идут по нарастающей, находится одна единственная причина. Господь приходит. И, допустим, если почитать старые толкования, то есть такой вариант. Оп, сначала войны, потом идут голоды, потом идут землетрясения, за ними идут там вон же пророки. И мы находимся вот в таком-то как-то периоде. Сейчас, посмотрите то, что мы видим, что все это идет одновременно. Все эти тенденции развиваются одновременно. И они пересекаются. И неизвестно, из-за чего происходит голод. Из-за землетрясения, или из-за войны, или из-за того и другого вместе взятых. Все это имеет место. За всеми этими причинами находится одна божественная рука, которая приводит этот мир к приходу Господа Мессии. Конечно, можно рассматривать эти проблемы в оторванности от других, отдать это специалистам. Ну, хорошо, вот сейсмологи, они там изучают землетрясения, и это все когда-нибудь, где-нибудь что-нибудь устаканится. Но, и да, такое объяснение подойдет неверующим. Но мы давайте посмотрим и постараемся увидеть что-то общее, послание, которое Бог нам дает. Мир един. И это происходит не только для всего человечества, но это происходит и в личной жизни каждого из нас. В личной жизни, что происходит здесь с нами, это тоже сделано и смоделировано, как от Творца. Давайте начнем к этому прислушиваться и оценивать, что Он хочет нас от этой ситуации, в этом испытании, в этом искушении. Знать, что Бог знает, в какой мы ситуации находимся. Он ее дал нам специально для того, чтобы потом наградить за то, что мы это преодолели. Какие можно сделать практические выводы? Надо больше углубляться в еврейское мировоззрение. Не надо ставить себе каких-то непосильных задач, а пропитываться логикой раввинов понемногу. Уделяйте время изучению, обращайте внимание на детали, обновление ума, медленный процесс. Не отчаивайтесь, продолжайте повторять. Повторение, повторение. И на прощение я вам расскажу историю из Талмуда, трактат Сангидрин, 104 лист. Как-то раз два еврея попали в плен на горе Кармель, где мы сейчас находимся. Поскольку тот, кто их захватил, шел сзади, один из пленников сказал другому. Верблюд, который идет перед нами по дороге, слеп на один глаз и несет два бурдюка. Один с вином, а другой с маслом. Один из погонщиков верблюдов еврей, а другой язычник. Услышав разговоры, конвейер спросил, откуда ты это знаешь? На что ему сказали, по траве, которая объедена только с одной стороны дороги, с той, на которой верблюд зряч, а с другой стороны трава не тронута. Очевидно и то, что у верблюда две поклажи, одна с вином, а другая с растительным маслом. Капли вина впитываются с землей, и она осталась влажной. А капли масла остаются на поверхности, и их заметно. Также очевиден и тот факт, что один из погонщиков еврей, а другой нет, поскольку еврей отходит от дороги, чтобы справить нужду. Что видно, если взглянуть на обочину, а второй погонщик нет. Продолжив путь, они нагнали верблюда, шедшего впереди них, и все оказалось так, как было описано. Тогда человек, взявший их в плен, поцеловал их в головы, привег к себе домой, приготовил для них еду и услуживал им. После этого он отпустил их на волю, и те благополучно добрались в родные места. Будьте благословенны. До свидания.